Здарова-здорова, ребятки! С вами Гусь Александр и добро пожаловать на Gluffy Games. Мы продолжаем с вами знакомство с Pub New State, а именно альфа-тестом. Сегодня, точнее вчера, я вам уже показал первое видео. Давайте будем, в принципе, продолжать. Я уже, как видите, в игре и денежку потратил. Вот так вот я одел нашего героя. Кофточка, штанишки, кроссовочки. Короче, Егор Кридушка у нас сегодня будет в Pub New State на минималках. Поэтому давайте с вами продолжать, как я уже сказал, знакомство. Видео буду записывать сейчас по-новому, через просто запись экрана. Но какого-то хрена, блин, с этой игрой и с этим PUBG звук все равно не записывается. Другой PUBG звук есть, все остальное везде звук есть. Только я захожу в эту игру и нажимаю запись экрана, звук сразу пропадает. Я не знаю, с чем это связано, но тем не менее, давайте опять накину какую-то приятную музычку на задний фон. Мой приятный бархатистый голосок будете слушать и смотреть в хорошем качестве, самое главное. Тут качество должно быть уже получше, чем в предыдущем видео. Погнали! Трейдинг мод мы, в принципе, не знаю, показывать, не показывать вам. Давай сразу, наверное, на карточку. И трой, welcome, погнали! Уже, короче, я сразу себе подготовил управление. Вроде все сделал, все должно быть чики-пуки. Вроде настроил, но тем не менее, подсоединил телефон с зарядным устройством. Поэтому чуть-чуть ка неудобно. Оно все-таки с правой стороны торчит, поэтому на правую руку. Но я уже полностью вооружен, то бишь, на пальченьки я напялил на себя. Смотри, что можно делать. Тихо, сейчас я вам покажу движуху. Раз-раз. Оба-на! Блин, ребят, я не знаю, в обычном PUBG можно было кувыркаться? Что-то я завтыкал. Может, это считается нововведением или нет? Или я просто опять долбоюб? Ну ладно, мы сейчас не об этом. В принципе, 40 сек, сколько уже? 63 человека. Буду вам показывать полностью. Вот эти секунды я, наверное, вырезать не буду. Идет присоединение. Сегодня, кстати, были какие-то траблы с серваками. То оно заходит, то оно не заходит. Я не знаю. Походу, ребята из Tencent понемножечку блокируют всякие VPN-ы. Потому что не с каждым VPN-ом получается зайти и залететь в игру. Я использую, если кому интересно, соло VPN. Вроде бы с ним пока что работает. Надеюсь, так и будет продолжаться. В принципе, видео выходит как раз в последний день теста. У нас на выходных, я так понимаю, только будет тестирование. Дальше они все закрывают. Что там дальше у них, когда следующая будет игра, я пока не знаю. Но давайте пользоваться моментом и не упускать его. Играем вместе. Так, карта. В принципе, все это я вам показывал. Давай я, наверное, упаду. Сейчас мы летим с этой стороны. Давай на Exhibition Hall. Вот все-таки я на него смотрю. Смотрю, что в предыдущей катке, что я без записи играл. Все время меня этот Exhibition Hall как-то заманивает. Какая-то арена вроде бы. Сейчас будем смотреть. Тут, в принципе, нам разработчики показывали основные, ну, зоны, точки на карте. Это Mall. Что они там еще показывали? Вроде бы этот Exhibition Hall показывали. И они вроде бы Tram Factory. Не знаю, ну, какой англичанин. Tram Factory. Так, Exhibition полетели. Кстати, по настройкам, ребятки. Давай, наверное, сейчас открою. Графика. Все, фреймрейт у нас на максимум. Качество графики ультра. Сглаживание тоже все есть. Вулкан используем. АПИ. Поэтому все, ну, в принципе, очень шикарно. Картинка радует. Я, опять же, повторяюсь, для Альфы. Вау. Ну, я, короче, кайфую. Надеюсь, вы тоже этот кайф прочувствуете на видосиках. Но довольно-таки мило. Разобрался я еще, кстати, с этим. С бабками. Оказывается, у нас тут новая фича. Можем дофига всего себе покупать. Заказывать сразу на ходу. Все это падает, дропается. И мы понемножку апгрейдим нашего малыша. Ну, это довольно-таки круто. То есть, это новенькое. Но все равно, не знаю, альфа, не альфа. Как она на релизе будет. Что они добавят, что они поменяют. Я, на самом деле, ожидал, что там и оружие будет другое. И прицелы какие-то новые будут. Ну, по сути, это пока... Ну, в альфе пока что это... Вот эти новые девайсы они добавили, да? Возможность покупки. Блин, я сейчас, кстати, без звука играю. Я ничего не слышу. Я ни хрена не слышу, ребята. В принципе, как и вы. Поэтому, если кто-то будет рядом, где-то кто-то будет стрелять, мне придется обращать внимание на карту. Так, сайга у нас. И конченый, блин. Фулл ауто. Пулемет. Ну, давай искать. Надеюсь, быстро не откисну. Хотя бы, блин, полчасика хотелось бы вам показать. И это, опять же, повторяюсь, нуб среди нубов. Не знаю, сколько много игроков. Пинк у нас, ребята, самый лучший. В смысле, ноль. Как так? Так, ДБСК. Слушай, тут валяется сразу. Ребята, меня не простят, если я не возьму М24. Если я не возьму М24, сразу полетят дизы. А нам этого не надо. Поэтому я М24 просто молча забираю. Так, аптека есть. Нужен еще прицелочек на нее какой-то будет найти. Все, бабки собираем. Вот, в принципе, то, что я говорил. Нажимаем на вулл. Видишь, и тут есть всякие ресурсы, девайсы. Квадрокоптер. На квадрокоптере тоже летал. В принципе, вот я его вам и хочу показать. То, что всем там на видео показывали. В всяких роликах. Но это довольно интересно выглядит. Но, блин, его можно использовать только один раз. То есть ты его завязал. Все, больше ты его не используешь. Опять собирай бабки. И страдай. Так, а, кстати, вот прицел новый. Вот это, ребятки, у нас прицел новый получается. Его тоже мы вроде бы видели, но он, ну типа, опа, м416. Забираю малышку. А прицел сразу будет на ней? Супер. Это, кстати, получше обычного коллиматора. Так, у меня броник третий получается. У меня шлем второй. Нужны пятерки. Нужны пятерки. Очень срочно. Так, ребятки, играю сразу, кстати, на Xiaomi Mi 11 Ultra. Все, в принципе, четенько. Телефон, жесть, как нагревается. Я его, в принципе, еще и на зарядку поставил. Но это просто ад. У меня так ладошки потеют. Мои вонючие. Так, слушай, давай, наверное, в мол побежали. Побежали-ка, ребятки, в мол. 800 метров. Так, я надеюсь, у меня памяти на телефон не хватит. 8 минут уже записываем. 8 минут мы уже записываем. Я все-таки рассчитываю на полный матч, на 30 минут. Здесь я не откисну, потому что если я буду откисать, то придется все-таки будет какая-то нарезка. Ну, в плане просто из матча в матч буду перескакивать. Так, ну ладно, пока топаем. Нету машины. Нету автомобиля. Блин, вот эти вот рюкзаки, конечно, но максимально. Могли бы сделать даже вот рюкзаки, как-то уже дизайн поменять. Ну, вообще жесть, он здесь не смотрится, чисто по мне. Не знаю. Не знаю. Рюкзачок могли бы и поменять, ребятки. Так, подожди. Опять же, мне нужно постоянно посматривать на карту. А я ее, блин, додик забираю, закрываю пальцем. Правой руки. Мне нужно смотреть на выстрелы. Где стреляют, что как? Потому что... Так, есть убийство. Ленгитян убил АГГИ-2007. АГГИ-2007, молодец. Кстати, кто спрашивал, не знаю, в первом видео я говорю, не говорил. Я не скачивал ни день, из какого андроид-телеграма файлик с игрой. Мне разрабы прислали приглашение. То есть я там по их ссылке перешел в андроид. Ну, ясно дело, с VPN. Я нам установил игру. И, то есть, вот так вот получилось. Но, в принципе, я думаю, разницы нет. Разницы у нас нет. Так, сейчас валяется. Птечку забираем большую. Блин, ссыкотно. Почему прицел не работает? Так, у меня пинг, ребята, 355. Я вас поздравляю. Я нас поздравляю. Но оно вообще не чувствуется. То есть, ну, может быть, там какие-то... Отбрасывания такое иногда будут проскакивать. Так, смотри, попку взяли. Но я такого... Опа, патрончики, то, что я хотел. Пятерочки, пятерочки мои любимые. Пятерочки, пятерочки мои любимые. Вот, поэтому нам по поводу стрима тоже. Опять же, это все напряжно. Потому что то работает оно с VPN, то не работает. Пока оно меня подключило, я сразу решил записать видосик. Пока есть возможность, чтобы все-таки выжить уже из Альфы. И так два дня. Ну, максимум. Максимум, максимум. Все попробовать, все посмотреть. Их валят. Завалили, ребятки. Есть, 85 из 100. Ну, видишь, подбежал. Я его даже не слышал. Я его даже не слышал. Но, тем не менее, давайте мы на этом не расстраиваемся. И залетаем на следующий матч. Так, 3, 2, 1. Поехали. Хорошо. Вот, теперь мы идеально можем, кстати, приземлиться сейчас в этом матче уже на Exhibition Hall. Но, опять же, ребята, вы знаете, как в Королевской битве в Warzone. Мобильная, не мобильная, но звук. Вот, я очень сильно ориентируюсь на звук. Поэтому я сейчас просто, как вы, вот, ничего не слышу. И ни шагов, ни выстрелов. Поэтому очень тяжело так ориентироваться. Поэтому вот я, в принципе, и в первом раунде так быстро и откис. Ну, кто-то скажет, да ты ноб, ты так и так бы откис, лошара. Но, тем не менее, ребятки. Тем не менее, это реально тяжело. Это реально тяжело. Поэтому будем направо-налево смотреть и прыгать. Полетели. Давай, 230 км надо. Хорош. Максимальную скорость набираем. Видишь, еще здесь такие эффекты появились, типа. Воздух. Просто режим, режим. Надписи красиво сделаны. Карта, в принципе, нормальненькая, большая. Симпатичненькая. Зоны есть такие интереса. Прикольненькие. Опять же говорю, я очень сильно, ну, я понимаю, альфа, не альфа. Я ожидал увидеть, ну, вот реально новые, побольше новых всяких фиш, особенно вот с оружием. Не только там какой-то новый прицел, не только дрон, но чтобы дизайн поменялся. Не знаю, я надеюсь, они этим как-то займутся. Так, смотри, ребятки, много-немного здесь будет типов. Давай. СКСК, UMP берем. UMP забираем. Очень прикольно смотрится, вот, кстати, вот эти патроны рядом. Сколько оно показывается? 25,80. То есть оно рядом так с щеликом, типа, хоп, как голограммка такая, да? Ну, это интересно. Так, собираем бабки. Вроде бы надо обязательно, короче, смотреть по сторонам, особенно обращать внимание, когда шаги отображаются на карте. Так, МК, МК 416 забираю, братцы. Наверное, вместо, ну, вместо UMP получается. Не знаю, СКСК, сами понимаете, СКСК в моих руках, любое, вообще любое, любое оружие. Тихо топает. Давай, маленький, иди сюда. Так, он сверху, либо снизу. И что отображается, я не могу понять. Я не могу понять. Эй, какой бизон! Бля, у вас, не позорьтесь. Так, 180 патронов взяли. Ну, а пинг 365, понимаете, да? Да. Это будет очень тяжело. То есть, я реально чувствую, его даже все-таки отбрасывает. Отбрасывает. А что за прикол? Прикольненько. Капюшон. Недоработочка, ребята. Недоработочка с этим скинчелом. Когда мы в прицел уже входим, как видите, нам чутко мешает одежда. Так, хорошо. Основа положено. У нас сколько? 430 щит. Ив беттери. Я не знаю, что такое ив беттери. Пик-то ив беттери. Для чего она? Какая-то, ну, понятно, батарея. Не знаю, для дрона, не для дрона. Чего мы можем заряжать? Почему я вообще без шлема хожу? Кто мне скажет, ребятки? Типа, долбоеб на карте, да? Хорошо. Принимается. Принимается. Залетел такой, да? 330 пинг. Не, ну, несмотря на такой пинг, то есть VPN включен. У меня еще запись экрана, ребятки. И... Ха-ха. Xiaomi. Xiaomi тупо рулит. Просто вывозит телефон. Да, нагревается. Но я играю на ультрах в новый PUBG. Записываю, делаю запись экрана. И еще VPNчик работает. По-моему, неплохо получается у нас. Вот видишь, отбрасывает назад. То есть в таких моментах особенно это будет чувствоваться плохо. Так, сколько у нас? 480. Не хватает. Дрон стоит у нас, ребятки. Сейчас покажу. 550 дрон. Все-таки очень сильно хочу вам его показать. Оно довольно прикольно выглядит. Да, и управление. Я, ну, не жаловался. Также я, блин, не слышу. Вот я только что понял, что я не слышу. Блин, тройку поставил. Наверное, давай я все-таки... Или стройка нормально зажму. Ну, ладно. Я сам свои выстрелы даже не слышу. Я, ребятки, братцы, даже сам свои вы... А, так подожди. Я здесь просто могу накрафтить сейчас на этой локации. Смотри. Я на этой локации, братец, могу накрафтить себе бабки. В принципе, купим дрон. Эрондондон. Так, рукоятка. Стоп, она у меня есть, что ли, уже? Не понял, ребятки. А ну-ка, сейчас. Давай ляжем. И получается, что у нас? Рюкзак. Нет-нет-нет-нет-нет. Так, эту рукоять сюда. Красный никогда ее не любил. Все, попка есть. Магазин есть. Компенс. Компенс, конечно, говно. Так, патроны от UMP можно выбрасывать. Пистолет тоже можно выбрасывать. На сказке все четко. 6х, даже 6х уже нашли. Ой, хорошо получается у нас. 610 баксов. Так, хорошо. Давай заказываем дрончик. Ордер. Давай вот пусть он сюда упадет. Place here. Все. Delivery location есть. Теперь мы просто ждем. Опять же, в крысу я играть здесь не собираюсь. Ничего, я высиживать не буду. Убили, убили. Все по-честному. Но, опять же, сами понимаете, что я собственные выстрелы не слышу, шаги не слышу. Поэтому все будет максимально напряжено. Тоже напишите в комментариях, кто играет, у кого получилось запуститься. Довольно-таки интересный момент. Надеюсь, все прокайфуют от нового PUBG. Не знаю, много, наверное, паухой бросит. Забросят, не забросят. Может, там и там будет успевать. Но, мне кажется, все-таки приоритет будет на выходе, на релизе отдавать этому PUBG. Кому-то обидно будет там потерять свой прогресс в предыдущем PUBG мобильном. Кому-то будет интересно, наоборот, его набивать здесь. То есть, какой здесь будет боевой пропуск. Какие здесь они ивенты будут делать. Что с картами. Опять же, меня больше всего интересует... Ну, блин, вот так вот дизайн, да. То есть, вот этот рюкзак меня уже здесь напрягает. То есть, его здесь не должно быть даже такого стандартного. Он должен быть каким-то, ну, реально а-ля будущим. А-ля по киберпанку какому-то. Шлемы тоже я бы все поменял. Но шлемы, они, видишь, они шлем поменяли. Тройку они поменяли. А-а-а, двойка тоже. А-а-а, другой стал. Единичка. Ну, типа такой же, но, видишь, дебильная полоса такая появилась. Так, что у нас там по дропику? Где моя деливери? Где-то сюда должен упасть. Точка братца стоит здесь. Так, никого там нету? Что-то стоит дурачок, блин, на одной локации. Ничего особо не показываю. Уже 25 лет запись, блин, идет. Не, ну не 20, я там урежу, потому что... Пока загрузка, пока выходил. Так, я не понял, а где дроп? Так не говоришь, что он на крышу упал? Стрелочку сюда показывает. Он мог, конечно, вот на эти здания упасть маленькие. А, вот он. Молодец, Санек. Красавчик, ребят, показал я вам дрон. Е-е-е. Это успех, братцы мои. Не знаю, я его даже гранаты, наверное, не выбью, он не улетит. Но, хорошо. Лох он и в Африке, лох. Так, дальше, что мы можем сделать? На Мол, наверное, побежать. А, не, на Мол мы не побежим. Мы побежим с вами в Суантон. Охранительно он упал. Я, на самом деле, когда ставил точку, увидели, да? Там, в принципе, открытая такая местность была. Туда наверх я уже не залезу. Поэтому, да, я просрал дрончик. Я просрал 590 долярчиков. Ну, вот эта система, она очень крутая. С покупкой. Чик себе быстро все заказал, все купил, все поставил. Фаер можешь себе купить, чтобы обычный дроп какой-то взять. Ну, это круто. Так, подожди, у меня одно убийство получается. 82 в живых. Я что-то не особо замечаю, что кто-то кого-то убивает. Опять же, говорю, здесь человек, наверное, из 80, лишь бы 5 было живых. Все остальное, это будет мясо ходячее. Это мишень. И на это, ребята, я никак не повлияю. Тут с уровнем, с уровнем, не уровнем. Сами понимаете, будет 2 дня идти только тест. Тут особо ничего сильно не поменяется. Не будет оно так по рангу там кого-то с кем-то закидывать, подкидывать. Тут не это будет тестироваться. С ботами тут чисто по ходячим этим мишеням будешь стрелять, бегать. Развлекаться. Так, давай, наверное, я в верхнюю позицию еще займу. Видишь, меня опять отбросило. Пинк у нас 303. Но мне самое главное, ребята, вам показать графику. Играю я, опять же, на максималке. Все должно быть хорошо видно. Качество записи я поставил тоже самое жирное. Поэтому мне, я надеюсь, реально оно все влезет, все будет топово. И, блин, вы момент этот прочувствуете. Обидно, да, что звука нет, но, блин. Я на это не могу повлиять, ребята. Знаю там, как так, как так, у других получается, у тебя нет. Но карта захвата. Карта захвата у нас есть, но она работает только с техникой Apple. Она довольно старенькая. И, по идее, она должна коннектиться еще и с этой. Ну, с андроидом. Но какого-то хрена это не получается. Какого-то хрена это не получается. Есть куча других сторонних программ. Я их всех юзал. Ой, сколько я простудировал интернет. Сколько я всяких из видео. Мне знакомые говорили. У кого спрашивал, у кого что. Все в основном. Ну, самый адекватный вариант это карта захвата. Если ты берешь... Есть программка, кстати. Есть одна вроде программка нормальная. Для записи. Она еще даже и звук захватывает. Но там, вы сами понимаете, она вроде бы платная. То бишь, там каких-то баксов 30 в месяц надо будет платить, чтобы вот такое удовольствие получать. Нет, спасибо. Мне кажется, лучше раз потратиться на карту захвата и получать балдеж. Тут с лучами. Видишь, что они сделали? Вроде в обычном PUBG я не знаю, конечно. Может быть, то же самое. Но видишь, что лучи так падают. И, в принципе, солнышко тоже иногда бывает видно хорошо. Видишь, оно там светит. Так, ребятки, что я... Я, наверное, вот это сейчас, пока говорю, кучу всяких типов пропускаю. Так, это тройка, да? Рюкзак. Да, рюкзак тройка. То есть, рюкзак тоже, видишь, они не особо меняли. Это меня расстроило. Опять же, для меня в этом PUBG, помимо всяких этих девайсов, ну, должно быть все. Все прицелы должны быть новенькие. У них должен быть какой-то такой футуристический вид. Одежда тоже должна быть. Скинчики всякие. Ну, одежду, да, они тут добавили. Но я говорю за вот эти рюкзаки и шлем, которые ты видишь постоянно на себе. Шлемы, да, вот рюкзачки. Поменяйте, пожалуйста, ребятки. Вот так им напишу им. И рюкзачки, ребята, на Дамаскев. Так, тут вроде кто-то стрелялся, да? Смотри, красная зона рядом. 75 живых. Да-да-да, подо мной. Да-да-да, подо мной. Так, ну, это был ботинок, очки. Очки я не буду забирать. Так, он меня чуть покоцал. У меня, скорее всего, есть сейчас... Я выпью энергетик. Нравится вот этот меню быстрого доступа. Это реально удобно. Это современно. Во всех играх, в выживалках и так далее, и тому подобное. На компах. Это уже давно сделано. Не знаю, кстати, в колде так же. Так, давай завязаем, наверное, каплитосы. Чуть я, походу, себе кнопку этого огня поставил. Чуть-таки неудобно. Просто я вроде нажимаю, и я не понимаю. Летят патроны, не летят, выстрелы есть. Без звука, ребята, это хаббелла играть. Но нужно, нужно показывать контент. Нужно делать, нужно смотреть. И пока есть возможность. Опять же говорю, там ребята 100% блокируют VPN. Потому что я очень долго мучился. Искал нормальный, с которым это все запустится. Я так понимаю, некоторые, ну самые популярные, скорее всего, они заблокировали. Либо у кого там защита хромает или что-то еще. Не знаю, как это, видишь, меня отбрасывает. Отбрасывает меня, ребята, потому что пинг 337. Я, в принципе, пришел уже на точку. Я вам еще, наверное, не показал. Так, у меня 230 долларов. Я вам, наверное, ребятки, еще не показал машину. Точнее, в первом видео, которое я снимал, самая первая катка. Я там катался и на машине, и на мотоцикле. Но я что-то завтыкал их, реально. А смотри, приехал. Не понял. Так, давай трейлер парк. Кто-то приехал? Не понимаю. Так, машина. Управление говно. Именно вот у этого транспорта, у этой тачки управление максимальное говно. Мотоцикл мне понравился. Это типа Harley Davidson такой. Управление, я думал, типа будет вообще ужаснейшее. Баги здесь тоже типа а-ля будущее. Хуже. Управление хуже, чем у баги в обычном пабге. Эта тачка прикольно выглядит, да? Но управление нет. И она медленная. Она, сразу говорю, медленная. Байк прикольный. У байка управление хорошее. Он и выглядит нормально. И по скорости тоже. Можно повеселиться. Ну что, давай я езжу, короче. Ищу жертву какую-то. Я езжу, ребятки, ищу жертву. Вот машина. Я вам ее так со всех сторон покажу. А-ля сегодняшний экспонат. А, вон, видишь, бежит. Вон, видишь, бежит, малышка. Та-ри-та-ра-ра. Та-ри-та-ра-ра. Дружище, ты куда бежишь, брат? Там еще вроде был. А, это его шаги были, да, ребятки? Ну, он куда-то целеустремленно бежал. Там еще вон машина, кстати, приехала. Шлем второй забираю. Шлем, да, видишь, шлем они второго уровня сделали по-другому. Он типа такой а-ля современный. С этими с ушами свободными. Там машина впереди проехала. Поехали за ним. Блин, у меня очень жестко вспотели уже ладони, потому что телефон очень жестко нагрелся, ребятки. Телефон очень жестко. Блин, а куда же там машина поехала? Ой-бой. Ой-бой. 70 живых, серьезно? Смотри на зону, ребятки, и 70 живых. У меня вопрос, сколько из них реально живых? А не ботиков. А, вот смотри, смотри, смотри. Иди сюда, маленький. Медленно, но уверенно. Ты встал, я переехал. Все как в реальной жизни. Так, забираю, забираю, забираю. Блин, а что они без денег ходят? Ладно, боты ботами, но дайте же ему там пару доляров, чтобы я... Так, смотри, 550, а дрон сколько стоит? 550. Так, ну давай, чтобы я сейчас не лоханулся. Я открою сейчас сюда. Вот прям, чтобы он на меня упал. То бишь, что я делаю? Вызываю дрон. Ордер. Вот прям на меня, сюда. Place here. Все. Сам я, короче, спрячусь. Закрысящу сейчас. Так, тут какие-то есть ящики. Ящики, мы ничего не делаем. Окна. Окна. Момент с окнами мне нравится. То есть, это 100% слышно где. Это плюс по звуку. Это можно использовать. То есть, ты слышишь, где разбивается, откуда бежит. Так уже, чтобы обнаружить врага, ну реально, это респект. Это давно надо было сделать. Ну и оно, в принципе, более-менее адекватнее смотрится. С окнами молодцы. Так, ждем, ждем посылочку. Это же не она. Нет, там ящик, по-моему, я же заказывал его, короче, когда я играл. Вот он летит. Зачем он выше поднимается? Да сбрасывай его. Только не на дерево. Ты придурок. Уже было смешно, если бы он застрял в дереве. Так, смотри, потом мы открываем и забираем себе дрончик. Нам еще вроде там пистолет дали. Бесплатно, да, на халяву. И что мы делаем? Идем, наверное, сейчас быстренько в зону. Пинг 333. Я так понимаю, когда у меня был... Опа, мы уже 30 минут снимаем. Нормально. Я так понимаю, когда был пинг 0. Это, короче, меня... Ну, тут было... Тихо стреляют. Смотри, с той стороны стреляют. Не пойму, где. Зона убила челика. А, вон бежит. Забрал. Я не знаю, я... Я не знаю, как я его забрал, ребят. Даже не спрашивайте меня, пожалуйста. Это чисто случайно. Пятое убийство. Пятое убийство. Да, хотя бы до зоны добежим. Я не хочу знать. Я... Зона везде убивает одинаково. Это неприятно. Это больно. Это больно и мучительно. Поэтому я не хочу ждать зоны и смотреть, как она меня убьет. Давай лучше забежим внутрь. Я хочу вам показать. Или может упасть сейчас в кустике и... Ладно, блин. Идем вот в сарай забежим, наверное, да, получается? Ладошки, как у мрази. У меня вспотели. Ладошки, как у мрази. У меня вспотели. Это жестко. Это жестко, ребят. Но это заслуживает лайка, да? Лайка заслуживает. Меня отбрасывает. Туда-сюда крутит. Я в маленькое здание могу зайти. Что я делаю? Дверь я закрываю. Я ложусь. Захожу в рюкзак. И вызываю себе... Так, подожди. Почему мне тут делают глушитель? Нахрен надо? Так, дрон. А, подожди. Тут кнопка для дрона есть. Хоп. Раз. И... Я за меня... Хочу, 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 хочу. Хочу, 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 хочу. И вот так, в принципе, это выглядит. Я не знаю, типа, если кто-то вот видит, что тут есть стрелки, ну, квадратик такой, да, как зона. Я не знаю, если кто-то сюда попадет, он автоматически отметится. То есть и на карте, и у нас. То есть будет какая-то отметка. Это было бы прикольно, если бы можно было вот так врага сразу отметить. Вроде бы что-то такое должно быть. Так, смотри, видишь, мы слишком высоко взлетели. Вот так это, в принципе, выглядит. Дрон слышно. Дрон можно сбить 100%. Вон там бежит. Смотри. Вон там челик бежит. Как долго мы его можем использовать? Я вот так понимаю. Так, смотри, там зона идет. Я по времени, я не вижу. А, вон, вижу снизу левый угол, нижний. То же самое, как с машиной, а-ля энергия, да, электричество, батарея. То есть, в принципе, можно полетать на нем. И вот так вот посмотреть. Вот там челик, видишь, малыш впереди бежит. Давай, наверное, будем его забирать все-таки. Вот. И после того, как мы полетали, блин, у меня руки уже вспотели жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, я их, наверное, протру. Ребята, это пожар. Это просто какой-то пожар. Так, сколько у нас? Уже 33 минуты. Нормально, можем продолжать, пока все снимается. Побежали. Вот. И теперь я его не могу использовать. То есть, дрон это одноразовая забава. Дрон, это получается у нас одноразовая забава. И да. Блин, не знаю, может, сегодня лучше выложить это видео? Пусть будет третьим. Все равно просмотров хрен его знает. Ютуб не будет. Это прям вперед. Надеюсь, что... Надеюсь, просто, что не у всех получается зайти и снять контент. Поэтому, может быть, я на этом вырулю. И Ютуб как-то продвинет видосики с PUBG New State. В принципе, я бы сделал стримы, ребята. Я бы сделал стримы без проблем. Если бы все было... Если бы все захватывало. Мы бы с вами поиграли. И поразрывали. Опять же, когда будет бетка, надеюсь, странно СНГ добавят. И тогда все будет нормально. Не надо тебе никакого VPN. Чисто залетаешь с ребятками и начинаешь разрывать. Карту я же показывал, да? Карту мы смотрели. Все по зонам. Что-то показывал, что-то нет. 50 в живых. Да, но видишь, они сейчас все будут сбегаться. Получается. Так, смотри, кто-то дрон заказывал. Так. Тихо, тихо, тихо. Тут живой челик. Смотри, кто-то что-то заказывал. Кто-то себе дропик заказывал, ребята. Кто-то что-то себе заказывал. Можно еще патроны себе докупать тоже. У меня сейчас, в принципе, 100 баксов. Тоже залетаем сюда. И видим патроны на любой калибр. Бенз можно тоже. Ну, удобная штука. Лишь бы у вас бабки были. Особенно, когда вы в тиме. Ну, это опять же, смотри, видишь, что по трупам идем. По трупам идем. Видишь, как здесь получается? Получается у нас, что это как в Call of Duty. А, вон, тихо. Или это я долбоев в дерево стрелял? Ага, хорошо, ребят, хорошо. Это мы вырежем. Этот момент я вырежу. Это я красавчик. Это я перепутал камень с игроком. Молодец. Выйдем к успеху. Ну, короче, где-то здесь челик. Во-первых, он меня услышал. Он себе что-то заказывал. Блин, а шлем третий вроде бы нельзя заказать. Да, я вроде смотрел. А, вон, видишь? Да, да, да. Сомер. Сомер. Кто-то с дробашом бегает и раздает. Смотри, здесь у нас что? Шлем заказать. Да, шлем нельзя. Ну, понятно. И броник тоже. Где-то здесь бегают они. Ох, какой Eagle. American Eagle. Ну, конечно же, новый штат. Так, меня отбрасывает, ребята. Как всегда, мы любим такие моменты. Это у меня такое было. Я вспомню, когда я играл в PUBG. Мобильный с этого. С компьютера. Так, это вообще, ребята, трейлерный парк. Правильно? Патроны у меня есть. Вон мотоцикл. Вон бежит, малыш. Здорово. Дайди сюда. Из-за того, что у меня руки жирные, я не могу нормально нажимать. Зона, 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 зона. Я красавчик. Так, это ботинок сзади меня стреляет. Мне сейчас останавливаться нет смысла. Зона сейчас быстро. Это финальная зона. Предпоследняя, не знаю, предпред либо последняя. Вообще не вариант. Нужно просто бежать. Сзади в спину мне стреляют. Спереди стреляют. По идее этого челика надо уже закрывать. Вон там бежит. Да, меня убил этот. Но это живые, это живые игроки. Я второго тоже поцелил. Ну, в принципе, вот что мы имеем. Давай я, наверное, еще под конец, ребят. Сколько здесь уже получается? 38 минут. Поехали. Поехали. Я покажу, наверное, еще и тренировочную комнатку. Экзит. Такой у нас будет гайдик. Экскурс. Конфирм. Да, спасибо большое. Очень приятно. Что, покупать ничего не будем? В принципе, в магазине я вам показывал. Пятый уровень у нас. И давай посмотрим, что у нас есть в тренинг мод. Сейчас посмотрим. Постреляем по мишеням. Сейчас проверим. Блин, телефон очень жестко нагрелся, кстати. Нормально. Пальцы жирные, тяжело сейчас все. Так, надо было четыре напальничка одевать. Надо было четыре пальца одевать. Так, хорошо. Что, с чего будем ходить? Давай, наверное... Я где-то здесь эмку не видел, кстати. Давай, наверное... А вот она. Подожди. М416. Сейчас мы ее оденем. Так, значит, что я беру? Я беру троечку. Стандартный набор делаем. Я беру троечку. Беру рукояточку. Так, здесь они что-то новое добавили, что ли? ДМР, СР, СМГ. Компенс, компенс. Давай компенс возьмем. Магазин увеличенный. Так, под патрики. Пятерки, пятерки, пятерки. У меня нет рюкзака. Так, ну ладно, допустим, 160. Так, что у нас здесь? Это нет нее компенс. Ну ладно, допустим. Есть, идем постреляем. Постреляем. Ра-ра-раем. Но работают, интересно, эти мишени. Где можно пострелять? А, вот они просто ездят. А на задание типа такого нету, да? Не добавили. Ну, давай, ребятки, занимаем позицию. Встаем и зажимаем. Сенсу я вообще не настраивал. Сенсу я не настраивал. А надо было сделать это. А надо было настроить сенс. Но пока что вот так вот. Пока что вот так вот. Вот. И, в принципе, вот такие вот у нас пироги. Как говорится, всем спасибо. Запомните этого персонажа симпатичного. Продолжение следует. Глафи Геймс для вас старается. Гусев Александр на связи. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Прожимайте палец вверх. Бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить. Стримы у нас. Стараемся делать каждый день. Все самое новое. Играем во все, во все, что играется. Всем хороших заряженных выходных. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok